Приветствую всех любителей шахмат! В данном ролике мы рассмотрим партию одного из сильнейших шахматистов 80-х годов прошлого столетия Залтана Рибли В этой партии его противником выступил не менее сильный шахматист Лаэш Портиш Партия игралась во время турнира претендентов в Монпелье в 1985 году Лаэш начинает игру ходом ферзевой пешки Черный развивает коня После начальных ходов на доске получается с перестановкой ходов славянская защита Черный укрепляет центр, белый открывает дорогу для развития белопольного слона Залтан выводит по направлению в центр своего коня И белый применяет антимиранский вариант Идея хода в том, чтобы не развивать пока что слона на поле Д3 На что последует взятие на С4 с последующим ходом В5 Это миранский вариант Ход ферзи 2 также является полезным, поскольку белый усиливает контроль над центральным полем Е4 Черный готовит рокировку в короткую сторону Белый фианкетирует слона на большую диагональ и укрепляет пешку расположен на поле С4 Рибли спрятал короля в безопасное место Белый также готовит рокировку И здесь уже Залтан проводит контрудар Е5 Для того, чтобы приоткрыть диагональ для своего белопольного слона Который до этого был ограничен собственными пешками Единственный минус данного хода заключается в том, что белые могут форсированно образовать сопернику изолированную пешку Итак, белый пробивает на поле Д5 У черных нет хода Е4 Поле Е4 контролируется дважды Здесь нужно брать или пешкой, или конем Черный забрали конем Произошел размен в центре доски и взятие на поле Е5 В результате мы видим, что в стане черных образовалась изолированная пешка Которая в эншпиле может оказаться весьма слабой Поскольку ее не защищают другие пехотинцы Но в то же время данная пешка обеспечивает пространственный перевес А также открытые линии, диагонали В общем, активную фигурную игру для черных В этот момент белым необходимо было развить своего чернопольного слона на поле Б2 У черных есть неприятный шаг с поля Б4 И вот здесь, как это ни странно, сильнейшим является отступление короля Можно, конечно, перекрыться слоном Тогда происходят массовые размены Интересный ход слона Ф5 Ферзю нужно отступать из-за двойного удара слон С3 Но вот после отступления Ферзя и размена на поле С3 Получается равная ситуация на доске Черный захватывает открытую линию И, в принципе, изолированную пешку можно защищать Либо где-то вторгнуться на вторую горизонталь В общем, активная фигурная игра компенсирует слабость пешки Д5 Но, с другой стороны, после шага король может отступить на поле Ф1 Не опасаясь потери рокировки И здесь уже после размена на поле Ф3 Черным приходится считаться со слабостью пешки А белый постепенно смогут решить проблему с безопасностью короля Сыграв, скажем, Ж3 и король Ж2 В общем, именно этот вариант обеспечивал белым определенное преимущество Вместо продолжения слон Б2 в партии Портиш решил рокировать в короткую сторону И это продолжение является решающей ошибкой Поскольку белый меняется на поле Ф3 и вбрасывает ферзя в зону Угрожая поставить мат в один ход Черным приходится защищаться, но они не могут защищаться продолжением Ж3 На это последует двойной удар Нападение и на слона, и на ладью В результате белый попадает в тяжелейшее положение В общем, приходится защищаться от мата хода Маш3 На что следует удар Хоботом Жертва фигуры, раскрывающая королевскую резиденцию белых И если здесь белый забирает слона на поле Аш3 Тогда угрожает мат в один ход Единственная защита это освободить путь бегства белому королю Ну тогда шаг от слона На отступление короля Нападение на ладью И соответственно на белого короля Ну и на продолжение король Ж1 Можно предварительно забрать слона на поле Ф3 У черных две лишние пешки Продолжающаяся атака на короля Белым нужно тратить время на то, чтобы спасти свою ладью Поэтому на ход слона Аш3 в партии белый сразу сыграли ладья Д1 Освобождая дорожку своему королю И черный дает шаг слону Аш2 Якобы жертвуя слона Но брать этого слона нельзя Из-за вскрытого нападения на белого короля И соответственно на ферзя В этом случае белый потеряет ферзя Поэтому король вынужден отступать А куда? Если король отступит на поле Аш1 Тогда черные могут сыграть слон Д7 Угрожая пойти слон Е5 Нападая на короля и на белую ладью Допустим на взятие на поле Д5 Черный играет слон Е5 На король Ж1 шаг Затем на отступление короля Предварительно необходимо напасть на белого ферзя Сразу забирать ладью на поле А1 Видимо не стоит из-за хода ладья Аш5 И уже черный получает мат на поле Аш7 Но вот ходом ладья С8 черный нападает на ферзя И после отступления этого ферзя играет слон С6 У белых под боем ладья на поле Д5 А также ладья расположенная на А1 Скажем на отступление ладьи можно пробить на поле Ф3 Угрожает взятие ферзю на Ж2 А также висит ладья расположенная на поле С5 И белые несут большие материальные потери Ввиду всех этих вариантов белый король уходит вправо Но теперь черный играет ферзи Ф6 Нападая на ладью А также угрожая стукнуть на поле Ф3 Используя связку по диагонали Белые решили пробить на поле Д5 И если черный забирает ладью То хотя бы можно закусить слоном на поле Аш3 Но не тут-то было Залтан отвечает слон Ф5 Нападая на белого ферзя Белый защищается пешкой И теперь черный нападает на ладью на поле Д1 Опять же у белых две ладьи под боем Если белый защищается пешкой То черный жертвует слона на поле Ф3 Раскрывая позицию белого короля И форсированно проводят решающую атаку Шаг с поля Ж3 Затем нападение на ферзя Шаг с поля Ф2 Ну и здесь приходится уже перекрываться ферзем Черный проводит комбинационный удар ладья С2 После чего выигрывают ферзя и партию Как видимо этот вариант не мог удовлетворить лаяша Пуртиша Поэтому он сыграл слона 3 Защищая ладью и контратакуя ладью соперника Но при этом белый пропускает комбинационный удар Ферзя 6 Это двойной удар нападения и на короля и на слона В результате белые остаются без фигуры в абсолютно безнадежной позиции Учитывая это на 19 ходу лаяш признал себя побежденным Итак в этой партии мы познакомились с атакой на королевском фланге Которую обеспечивает изолированная пешка Если вам данная партия понравилась Ставьте лайки и подписывайтесь на обновление канала Бейте в колокол Пишите комментарии И до скорых встреч